В России даже ожидают Ожидаемые новости способны оказаться большим сюрпризом. Могли ли мы представить, что в этот понедельник расскажут о плане Роскомнадзора у братья с кинотеатров показ любого контента с нетрадиционным сексом и сексуальными девиациями? Газеты «Ведомости» специально уточняют про педофилию, садизм, мазохизм и так далее. Поправки обещают внести в закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Кто вам сказал, что закон имени Елены Мизулиной не резиновый? Аналогичный запрет предлагается ввести и для СМИ. Сталкивались ли мы с ЛГБТ-цензурой в кино? Да миллион раз. Помните, как два года назад Элтон Джон написал темпераментное письмо Путину, потому что накануне узнал, как из фильма о нем под названием «Рокетмен» в российском прокате вырезали пять минут экранного времени? Это были сцены с гомосексуальным сексом, еще с употреблением наркотиков. Исчезли и титры о том, что Элтон Джон счастливы замужем за Дэвидом Фернишем. Я нахожу двуличие в ваших словах о том, что вы хотите, чтобы ЛГБТ были счастливы, и что в стране с этим нет никаких проблем. И все же российские прокатчики решили подвергнуть цензуре мой фильм «Рокетмен», удалив из него любые отсылки к тому, что я обрел настоящее счастье в длящихся 25 лет отношениях с Дэвидом и воспитании двух прекрасных сыновей. Мне кажется, это лицемерие. Фильм «Эйзенштейн в Гуанахута» Питера Гринуэя стал сенсацией берлинского кинофестиваля, но в России в прокат так и не вышел, потому что в нем была гомосексуальная сюжетная линия. Кинокомпания «Вольга» вынуждена была ограничиться фестивальным показом. В России, как и следовало ожидать, никому в Минкульте не понравилась квир-версия жизни советского режиссера. А когда Гринуэй запросил у Госфильмофонда архивы еще и для документального фильма, а Бейзенштейне документы сначала дали, ну а потом попросили переделать сценарий или вернуть архив. У прокатчиков за эти годы вообще появилось много лайфхаков. Чтобы показать российским зрителям что-то сомнительное с точки зрения Минкульта, они устраивали фестивали одного фильма. Но вскоре и это окошко в Европу для них прикрыли. Фестивали перестали получать аккредитацию, оставалась одна опция специальных показов. Ну, например, для западных хитов вроде фильма «Назови меня своим именем», ну и пометка 18+. Получалось, что картина, адресованная молодой аудиторией, до нее просто физически не могла дойти. Природа находит наши слабые места, тогда, когда мы меньше всего этого ожидаем. Зови меня своим именем, а я буду звать тебя моим. Фильм с любовью Саймон о подростке-геи показывали на ЛГБТ-фестивале Бокобок, но подростков там не было. Впрочем, в последние годы сам фестиваль практически не может рассчитывать на оффлайн-показы. Их то и дело срывают провластные гомофобы. В 2017 году даже фильму «Красавица и чудовище» присвоили, ну, не 18, но 16+. Из-за очень робкой сцены с квер-персонажами больше шума было из-за того, что режиссер Билл Кондон объявил о том, что в истории Дисней появится первый ЛГБТ-герой. Что уж говорить о фильмах Альмадовара. Прокатчики даже показали его Джульетту, самому Минкульту. Но это не спасло их от пометки 18+. Счастливчики, которым удалось довести кино до проката, редактируют его по мелочам. Из фильма «Нуреев» убрали крупные планы мужских гениталий. Есть и изящный лайфхак, почти как исчезающие чернила, когда гомосексуальность испаряется уже в русском дубляже. В «Мстителях» в финале вместо свидания появляется ужин. Намеки на гей-разговоры убрали из могучих рейнджеров. Их ЛГБТ-героиня лично угрожала российскими санкциями Виталий Милонов. Может быть, нам даже в прошлое посмотреть? Может быть, у нас у самих есть то, что не нужно сейчас нашей молодежи показывать по первому каналу в выходной день? Слушайте, ну вот, да вот, приключения электроников. Взрослые люди в течение всего фильма ищут у мальчика кнопку. Ну, не пропаганды. Это нормально искать, я вам скажу откровенно. Вот если бы у девочки искали кнопку, был бы вопрос. Даже из «Симпсонов» на кабельном канале «Дважды два» от греха подальше убрали не только сцену с поцелуем, но и шутки на ЛГБТ-тема. Я уже однажды рассказывала, что, по слухам, мультфильм Тимура Бекмабетова «Алиса знает, что делать» вышел на СТС, а не на федеральном канале, потому что у одной из героинь была радужная прическа. Помните, какая судьба постигла мороженая радуга? То-то же. Так стыдно, как производители мороженого из чистой линии не открещивался от гей-пропаганды детям, кажется, никто. Для нас, как для всех адекватных, нормальных людей, на мой взгляд, радуга – это после дождя долгожданное солнышко. Когда появляется радуга, это красивейшее природное явление, которое мы с детства любим. Хочу сказать официально, что наша компания поддерживает традиционные семейные ценности, и подозревать, что наше мороженое чего-то там нарушает, мне кажется, неприемлемо. Но если, тем не менее, будет некое решение, запрещающее нам производить это мороженое, конечно, как законопослушная компания, мы его выполним. Кстати, компания World Pictures, которая прокатывала в России фильм о гей-паре Супернова, просто отрезала сцену однополого секса. Это, между прочим, три минуты. И с ее легкой руки даже кинокритики в России стали говорить, что это не фильм о геях, а фильм о любви. Бывает же секс без любви. Вот вам, любовь без секса. Даром, что он все-таки был. Да, в апреле организаторы фестиваля документальных фильмов «Артдогфест» вынуждены были отказаться от показа фильма «Тихий голос» про чеченского гея, поскольку им угрожали. Но Московский международный кинофестиваль просто снял с показа короткометражную гей-драму «Фанаты». Это фильм как раз о том, что есть в Чечне такая государственная практически политика, что чеченец не может быть геем. Мы не снимаем фильмы по просьбам и даже угрозам каких-то отдельных лиц, которые, так сказать, приходят и выражают свои пожелания в какой-либо форме. Но события сегодня, которые были утром, по сути дела, не оставили нам выбора. Но почему же я говорю о сюрпризе? Ну потому что к самому разговору, например, о педофилии и гомосексуальности через запятую мы уже привыкли. К ЛГБТ-цензуре в кино, как видно из моего предыдущего рассказа, тоже. Но представить себе, что Минюст начнет составлять списки запрещенных к показу фильмов иноагентов, еще вчера мы все-таки не могли. Даже эксперты газеты «Ведомости» напомнили, что законотворцы уже забыли о детях. Неблагонадежное кино не покажут и взрослым. Но чтобы новость не казалась нам одинокой и случайной, в тот же день Минюст включил в список иноагентов правозащитную организацию «Российская ЛГБТ-сеть», которая не только помогала юридически и психологически ЛГБТК людям в России, но и эвакуировала геев из Чечни в ситуации, когда им грозило физическое уничтожение. А на следующий день МВД возбудило административное дело о гей-пропаганде против телеканала ТНТ. Все дело в пресловутом поцелуе комиков на шоу «Игра». Артисты были даже не в образе геев, они просто изображали мужа и жену, мужчину и женщину. Ну и поцеловались. Не дожидаясь закона о защите детства, их вырезали из телепроката вместе с программой «Игра». Здоровье создателей шоу и его зрителей – приоритет для продюсеров телеканала и проекта «Игра». Поэтому съемки переносятся до стабилизации эпидемиологической обстановки в Москве. Ведомости, которые принесли нам весть о готовящемся законе, говорят, что глава Роскомнадзора, презентуя инициативу, ссылался на валдайскую речь Владимира Путина. Сейчас, когда мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основа политического курса многократно возросло. Детям сегодня с малолетства внушают, что мальчик легко может стать девочкой. И наоборот, фактически навязывают им якобы имеющийся у каждого выбор. Это теперь своеобразная точка отчета. Гендерные права, фантасмагория, мальчик не может стать девочкой. И наоборот, тут уж не до поцелуев и не до шуток. Хотя нет. Как шутят знающие люди, Путин объявил консерватизм и все побежали работать. Роскомнадзор писает списки, патриотические законодатели поправки в законы, лоялисты при власти решать свои частные бизнес-дела. К примеру, в деле ТНК многие видят руку руководителей Первого канала Константина Эрнста и топ-менеджера КВН Александра Маслякова, которым сильно мозолил глаза ненужный клон на популярном канале. Лес робят, щепки летят. В борьбе за традицию досталось даже автору консервативного манифеста Константину Богомолу. Еще вчера он нападал на западный этический рейх с его квир-социализмом. А сегодня прокремлевский телеграм-канал называет, не побоюсь этого слова, девиантным уже едва ли не его самого. Ну, в ряду прочих режиссеров, например, Кирилла Серебренникова. И предлагает вести санкции против самого Романа Абрамовича, который поддерживает таких режиссеров рублем. В России признали иноагентам какую-то сеть ЛГБТ, хотят запретить девиантный контент в кино. А запретить Роману Абрамовичу финансировать ЛГБТ-проекты никто не может. Он это делает через фонд Март, который поддерживает Серебренникова, Богомолова, других, включая региональных гомосексуалистов от культуры. Богомолов на деньги Абрамовича поставил версию Ромео и Джульетты, в которой классическая драма представлена как кураж олигархов. Тибальт – драгдилер и любовник матери Джульетты, вместо званого вечера у Капулетти – бал сатаны. А лечь в постель к Ромео Джульетту надоумила нянечка-китаянка Янь-Янь. То есть, чтобы это уже и не культура была, а сценическая пати для олигархов. Если посмотреть на сетку российских новостей, то даже не самому внимательному и политизированному читателю покажется, что он на бесконечном уроке того самого консерватизма, который ведет президент Владимир Путин. Где в России борьба с геями, там обычно и до ксенофобии недалеко. На этой неделе воскресло мужское государство и объявило войну активистке Дарьи Серенко, угрожая ей физически, то есть зарезать, за то, что фемактивистка вступилась за мигрантов, предлагая не упоминать национальность преступников, как обычно поступают в случаях со славянами. Звонки с угрозами, взлом части аккаунтов, 320 звонков, попытка оформить на меня 40 кредитов в разных банках. Майданы и в безопасности просто неприятно. Сотни сообщений, комментариев с угрозами насилием и расправой, оскорблениями и так далее. За что? За то, что я против ненависти. Потасовку группы мигрантов в Батутинках с молодым отцом уже квалифицировали как покушение на жизнь. Можно даже учитывать, что мнения наблюдателя разделились. Кто-то считает, что ситуация в стране наколена, и стычки между беднеющими и впадающими в агрессию людьми могут стать новой реальностью. Кто-то, что ситуация с мигрантами искусственно нагнетается сверху. Но даже Маргарита Симонян поссорилась с Рамзаном Кадыровым, неполиткорректно предупреждая уроженцев республик Северного Кавказа о том, что у них могут возникнуть проблемы. Тут ошибок быть не может. Слова у Маргариты Симонян не воробьи. Она их на ветер незавизированными не бросает. Позорище какое. На Кавказе молодые мужчины в гостях, даже в туалет, извините, стесняются зайти. Терпят. Потому что неудобно. Потому что в гостях. А в Москве, значит, не в гостях? Ну так вам покажут, кто в этом доме хозяин. Это я вам говорю как приезжие. И лицо в кавказской национальности в одном флаконе. И, наконец, одна из центральных новостей этой недели. Ректоры Шаненки Сергея Зуева отправились под домашнего ареста в СИЗО. Зуева за это время прооперировали после госпитализации с подозрением на инфаркт. Потом он снова попал в больницу с гипертоническим кризом. Из больницы его, впрочем, увезли тогда сотрудники в СИН, чтобы проверить, может ли он находиться под арестом в СИЗО. Судя по решению Тверского районного суда, Москву выяснили, что может. На вопрос, почему государство проявляет такую демонстративную жесткость, к ректору Зуеву знакомые с деталями этого дела отвечают по-разному. Медуза написала подробный текст о главной фигурантке этого дела Марине Раковой, которая дослужилась до позиции замминистра просвещения и вице-президента Сбера, но перешла дорогу многим влиятельным фигурам и повредила высоким интересам, не поверите, школьных учебников. В тексте упоминаются звонкие имена бывшего министра образования Ольги Васильевой и даже близкого друга Путина Аркадия Ротенберга. Речь шла о конфликте Раковой с издательством просвещения, чьи интересы лоббировала министр Васильева, и существенной долей которого в свое время владел Ротенберг. Ракова была независимой автономно. У нее были свои взгляды, которые собеседник Медузы называет прогрессивными и часто противоположными взглядам Васильевой. Это выливалось в прямые конфликты. Сотрудники министерства рассказывали, что Васильева могла кричать ей «Я тебя уничтожу!» прямо в коридоре, рассказывает собеседник, близкий к министерству просвещения. Зуев таким образом оказался заложником разменной монеты. Силовики, с одной стороны, просто не верят, что он болен, ну а с другой стороны, помещением его в СИЗО, очевидно, пытаются принудить к нужным показаниям на другие, более высокие фигуры. Кто-то сетует, что и экс-чиновница Ракова и руководство ВУЗа небрежно относились к госконтрактам, но их поймали на крючок. Кто-то просто вслед за президентом России считает, что дыма без огня не бывает, а мошенники есть, и среди театральных деятелей читай университетских профессоров. Но всем ясно, что мера пресечения Зуеву несоразмерна. К сожалению, у нас нет прямой связи с ним, поскольку домашний арест не предполагает, что я буду с ним связываться или видеться. Поэтому не знаю из его уст, как он себя чувствует и как он относится, но наверняка это было ударом, и, конечно, для нас, для всех тоже. Так что главная версия все же в другом. Все дороги ведут на Валдайский форум с его курсом на суверенный консерватизм. Он предъявлен в качестве государственной идеологии, фактически национальной идеи. Консерватизм по-русски прежде всего антизападный. Бог с ними, с африканцами, которых линчуют. Там ведь и пол детям меняют вместо утренней зарядки, и тайком от родителей. У меня в леденящий ужас приводит мысль о том, что моему семилетнему сыну будут предлагать выбрать пол, а двухлетней дочери из всех мобильных устройств, а то еще и в школе, как это сейчас происходит во многих странах на Западе, будут рассказывать, что она будущая, кто там, родивший человек с человеческим молоком, и что эти щупальца либерального фашизма, так называемого либерального, дотянутся на наш до наших детей. Я очень надеюсь, что это не будет позволено в нашей стране, несмотря на ее большую открытость. Бомба замедленного действия была заложена уже в саму формулу существования Шанинки в России. Университет, созданный легендарным социологом и историком Теодором Шанином в 1995 году, существовал в открытом партнерстве с университетом Манчестера. Шанин и сам был его профессором. Декларировал, что соединяет лучшие российские и британские образовательные практики. А позднее обзавелся и другими многочисленными партнерствами среди ведущих университетов мира. Представим себе, что в России существует, ну, до сих пор существуют газеты «Ведомости», на шапке которой написано, что она выходит в партнерстве с Wall Street Journal и Financial Times. С этой коллаборацией давно разобрались. Я бы даже сказала, с переуполнением плана. Попытку уничтожить Шанинку тоже предприняли три года назад. Университет лишили аккредитации, то есть право выдавать государственные дипломы. За вуз и публично, и за кулисами тогда вступались влиятельные сеслибы – Алексей Кудрин и Герман Греф. В результате ему все же позволили продолжать работу. Как теперь выясняется, заказчики закрытия университета – те самые условные силовики – не оправились от поражения. Их идеологические оппоненты выиграли прошлый раунд. В новом победить обидчиков нужно уже показательно. Иными словами, Зуев должен сидеть в тюрьме. В каком-то смысле, это действительно системный удар по так называемым либеральным университетам в России. Лучше, чтобы в России было как можно меньше ненужных мнений. Ну а значит, инкубаторы таких мнений нужно прикрыть. Но с Шаненкой – особые счеты. Ее выходцы из спецслужб считают главным за столетие институтом западной философской мысли, населенным врагами, ну то есть людьми, которым другие западные враги промыли мозги. Игры государства в бесконечное количество крючочков, на которых подвешены наши вузы, наши академические институты, причем не только образовательные, исследовательские институты. Это ловушка, это вечная ловушка, потому что как только тот или иной вуз, тот или иной университет, тот или иное исследовательское учреждение скажет что-то не так, а уж Шаненко-то наговорила не так, будь здоров сколько, всегда можно дернуть за тот нужный крючочек. И я абсолютно уверена, что все ректора, еще около, ну скажем так, полудюжины вузов, которые, в общем, находятся в этой же лодке, в общем, тревожный чемоданчик-то уже собрали. Ясно, что патриотичный россиянин сегодня яростно антизападник, что от патриота России требуется максимально широкий круг обязанностей, несмотря на привилегии. Я много раз рассказывала, что больше нельзя быть тихим патриотом. Даже членам семьи высокопоставленного патриота нужно время от времени объявлять свою позицию. Но теперь речь уже не идет о теории. Быть патриотом сегодня нужно в самом прикладном смысле этого слова. И дело не только в том, что на Западе любят геев, трансгендерных людей, поощряют мигрантов и вообще ратуют за разнообразие. И значит, мы должны ровно наоборот. Теперь нужно отказываться от материального в западном. Интересно, когда россиянам запретят чистить зубы? Ведь на Западе многие люди чистят их исправно, утром и вечером. Продолжение следует...